Видел ролик, как флаг ЛГБТ на мечети в Германии повесили? Ролик сам не видел, но я видел новость, читал об этом новость. На твой взгляд, насколько сильно Кремль изменил нравственную и духовную часть нашего народа? Я часто смотрел архивные съемки 90-х и такое впечатление, будто это был другой народ. Так, из Украины пришла еще очередная новость о том, как какой-то полк, не знаю, как он называется, со стороны России, который выявил на стороне России, они наградили Замида Чалаева серебряным крестом. Чалаев Замит Оливьевич награждается почетным знаком полка нашего серебряный крест. Новость на самом деле абсолютно такая обычная, ничего, мы привыкли к тому, что кадыровцев награждают крестами. Здесь я бы хотел обратить ваше внимание на другое. Сегодня посмотрев это видео, я подумал об этом. Это насколько все-таки их не уважают в этих же рядах, что дарят им кресты, вешают им эти ордена. Вот, допустим, в дипломатии, когда, скажем, у кого-нибудь там короля Сауди, президента Ирана, духовного вот этого лидера Ирана, если, допустим, их куда-то в какие-то страны приглашают, или они там с государственными визитами их посещают. И вот вы можете себе представить, чтобы их, допустим, награждали бы крестами? На моей памяти вообще нет ничего подобного, потому что это очень важный такой дипломатический момент. Все вот эти нюансы, они уточняются, выверяются, чтобы ни в коем случае никак не оскорбить этого гостя, высокого гостя. И поэтому таким лидером, представителем этих стран, которые считаются исламскими, неважно, какие у нас там внутренние разногласия, шииты, не шииты, для них, допустим, для России, для Китая, для Соединенных Штатов Америки, они все являются исламскими странами, мусульманскими. И из уважения к ним ни в коем случае никогда им не повесят крест, потому что это оскорбит их. Более того, уточняются даже такие моменты, как дресс-код, там, не пожать руку, допустим, чтобы женщина не жала им руку. То есть эти все моменты там уточняются, чтобы ни в коем случае их никак не оскорбить, чтобы не получился какой-то казус на таком мероприятии. А вот здесь вот, насколько их ни во что не ставят, вы понимаете, они ведь знают прекрасно, что эти себя ассоциируют, типа, как мусульмане. И они, не ставя их ни во что, показывая вот это свое презрение, вы можете там кем угодно себя называть. Для нас вы наши локеи, наши вассалы. Нам плевать, что вы там, как вы себя там ассоциируете. И мы будем вам вешать кресты. И вот этот уровень, это даже не уровень какого-то там государственного масштаба, это уровень полк какой-то там. Этот полк, типа, подарок такой делать, награждает. То есть это тот момент, где можно вообще сказать без проблем, нельзя, я не хочу креста, это как бы для нас это неприемлемо. Но для него это как раз таки приемлемо. И для него это приемлемо, и те, кто ему вешают, прекрасно знают, что это приемлемо. И плевать они не хотели на все вот эти вот нюансы дипломатии и так далее. Поэтому и вешают кресты. Недавно Михалков сделал предложение, очень, кстати, грамотное с точки зрения, с российской стороны, если на это посмотреть. Михалков сделал очень грамотное предложение. Сказал, что давайте, мол, для наших республик, которые исконно не христианские, а проживают мусульмане, но они в составе России, они наши граждане. Давайте для них сделаем, значит, награды государственные, которые у нас исполнены в виде крестов. Сделаем их символику, чтобы была, вот, допустим, награда, орден мужества в виде креста. Давайте сделаем так, чтобы орден мужества имел два разных вида. Вид, значит, креста и вид какой-то исламской символики. Ну, я не знаю, он это сказал, и дальше вроде бы нигде я больше не слышал, чтобы это где-то обсуждалось, но предложение само по себе было очень грамотным. Но его просто проигнорили, по крайней мере, пока мы не видим никаких сподвижек в этой теме, потому что плевать там не хотели на то, чтобы не ранить там чьи-то чувства. Хотя для того, чтобы представить перед миром, перед там исламским миром и дать Кадырову вот эту возможность говорить, вот, смотрите, там, он, вы знаете, как сильно ведь этой темой бы козырял. Даже для этого им не дают вот этой темы. Удивительно просто положение, положение вот этих вот рабов, этих прислужников. Как недавно в эфире ЧГТРК говорил там один из ораторов, мы вам прислуживали. Вот эти вот, их так и воспринимают, правильно делают. Вы нам служите, служите нам за кресты, им говорят. И, по-моему, абсолютно правильно делают. Саламу алейкум, Тумсо. Как ты относишься к Каддафи, Саддаму Хусейну и Башару Асаду? Почему персидские монархи развивают свою страну, а Сирия, Иран и Ирак бедные? Ну, по Ирану, Иран находится под очень серьезными санкциями на протяжении уже лет сорока. Поэтому там и возможностей для развития у них не особо много. А что касается остальных, где-то идет война полным ходом. Где-то война как таковая закончилась, но поствоенные процессы идут по этому. По-моему, это очевидно, почему там сегодня нет никакой развитости. Хотя я, честно говоря, персидские монархи особо развитыми не назвал бы. Тумсо сказал, что на нас никто не нападал, но как же наши соседи, которые, по их словам, заставляли нас платить дань и дали нам жить на территории нынешней Ичкерии. Мы, конечно, не будем сейчас отталкиваться от каких-то отдельных там лиц, у которых своя какая-то альтернативная история. Перестаньте, на нас никогда никакие соседи не нападали. У нас на Кавказе никогда не было внутрикавказских каких-то войн. До прихода вообще к нам в России никаких проблем, ни территориальных, ничего у нас такого не было. Как раз Россия эти очаги проблем у нас заложила. И как раз из-за этих очагов у нас произошло кровопролитие между осетинами и ингушами. В преддверии такого кровопролития и в постоянном напряжении у нас находятся кабардинцы с балкарцами, черкесами, с карачаевцами. Изначально это все сделано специально. Грузины с осетинами, грузины с абхазами, чеченцы с отдельными дагестанскими какими-то народами. То есть нас постоянно пытаются держать в каком-то напряжении, какие-то очаги вот эти вот, куда можно просто искорку дать и там произойдет возгорание. Это специально делает Россия. До этого у нас никогда не было ничего подобного, никаких проблем не было. А эти все разговоры, которые там про Дани, Шмань, это как раз тоже их люди. Это им выгодно, чтобы эти разговоры были, чтобы какая-то ненависть между нами селилась, чтобы мы постоянно эту тему развивали. На подобные вещи нужно, на них нужно обращать внимание, вот точно так же, как на российскую пропаганду. Относиться к так же, и противостоять им нужно именно так же. Видел ролик, как флаг ЛГБТ на мечети в Германии повесили? Ролик сам не видел, но я видел новость, читал об этом новость. И, ну это, это, конечно, отвратительное деяние со стороны администрации, так называемой мечети. Я не думаю, что это, это заведение можно называть мечетью после того, что они сделали. Надо понимать, что это, это же сами, сама администрация этого заведения решила такой, сделать такой жесть, такой акт. Это не вне власть там это сделала, здесь власть никому ничего не навязывает, понимаете. Это они сами решили вот так сделать, но если они сами решили, то после этого называть эту мечетью будет неправильно. Это какое-то вот заведение, и какие-то чуваки, являющиеся администрацией этого заведения, решили вот так себя обозначить. Все, именно так к этому и нужно относиться. На твой взгляд, насколько сильно Кремль изменил нравственную и духовную часть нашего народа? Я часто смотрю архивные съемки 90-х, и такое впечатление, будто это был другой народ. Я скажу так, у Кремля не получается до сих пор сделать то, чего бы им хотелось. То есть русифицировать нас у них не получается. Лишить нас государственности у них не получается. Даже несмотря на то, что сегодня Чечня находится под их властью, несмотря на то, что они поставили там своих марионеток, наместников над нами, несмотря на то, что они там очень серьезно терроризируют людей, напугали и запугали народ. Несмотря на все это, все равно эта республика остается автономной. Понимаете, вот о чем, смотрите, что я имею в виду. Сегодня Россия просто берет, уходит, и у нас ничего не меняется. Понимаете, вот все, как республика должна существовать дальше, все министерства, все-все-все сохранено. То есть они не могут лишить нас вот этого фундамента, что бы они ни делали. У них не получается лишить нас наших обычаев, традиций. Хотя в этом направлении они очень серьезно работают, и очень многие вещи как бы, вам очень многие вещи испоганить у них там как бы получается. Но вот все равно, как конечной своей задачи прийти у них не получается. Как у них это получилось, допустим, во многих других регионах России и даже на Северном Кавказе, в некоторых местах у них это получилось сделать. То есть русифицировать именно народ. Хвала Аллаху, что с нами у них этого пока, во всяком случае, не получилось. И будем надеяться, что у них это никогда не получится. Аглан. Получается, кадыровский газоват – это война не против оккупанта и насильника, а против братьев-мусульман, которые вышли против оккупанта. Люля-черт получается. Я думаю, люля-черт – это слишком легкое описание для люлей. Люля гораздо больше преступник, чем просто черт. Люля-черт – это очень легкое описание для люлей.